Многие из вас думают, что добиться вкуса роллтона достаточно всего лишь засыпать приправу в вермишель и залить всё это дело кипятком. Но нет, вы заблуждаетесь. Многие из вас знают, как приготовить правильно роллтон, потому что есть даже инструкция на упаковке. Но помимо этого, есть десятки, сотни, тысячи способов, как сделать роллтон вкуснее. И сегодня в видео я расскажу вам, как всё-таки сделать самый вкусный роллтон, и чтобы ваша лапша быстрого приготовления превратилась в полноценный обед. Погнали! Всё, что нам сегодня понадобится, это сам роллтон. В данном случае мивина я возьму с курицей и с грибами. Далее, одна сосиска, овощи, как закуска, кетчуп, нож, разделочная доска, тарелка, куда мы будем засыпать нашу еду, и чайник с кипятком. Первым делом наливаем на дно тарелки немного кетчупа. Далее нарезаем нашу сосиску, как вам удобно. Я люблю нарезать вот так вот колечками. И отправляем всё это дело в нашу тарелку. Затем мы вскрываем наш роллтон. Высыпаем туда все излишки, чтобы ничего не рассыпалось. Кладём свой вермишель сюда. Бумажку выбрасываем, если там что-нибудь осталось, высыпаем сюда. Запомните, приправу мы всегда оставляем, а масло никогда не используем, потому что оно химическое и не надо его использовать. Лучше возьмите своё растительное, но я предпочитаю без масла. Открываем нашу приправу и добавляем сюда. Равномерно, чтобы всё покрылось. И далее заливаем всё это дело. Но запомните, не полностью, а наполовину. Чтобы наш роллтон покрылся наполовину. Чтобы не было много воды. Вот так вот. Всё перемешаем, чтобы приправа растворилась в воде. И накрываем тарелкой наш роллтон буквально на одну-полторы минуты. Не на три и не на пять, а на одну или полторы. Потому что так надо. Вы спросите, почему на полторы или минуту? Потому что когда вы завариваете роллтон три или пять минут, он превращается в жижу и становится невкусным. Полторы минуты это идеальная консистенция для того, чтобы наша вермишель оставалась твёрдой и вкусной. И вот когда наша вермишель заварилась, мы с вами берём дуршлаг или сито и какую-нибудь посудину, чтобы слить всю оставшуюся воду. Немножко перемешаем, чтобы вода стекла. И пересыпаем всё обратно. Сито идём мыть, а воду можете использовать по своему назначению. Хотя выглядит она очень, согласитесь, как. И обязательно надо добавить немножко томатного сока. Потому что это придаёт свой вкус и вермишель становится не такой горячий. Затем всё тщательно перемешиваем. Вот такое блюдо у нас получилось. Выглядит, конечно, так себе. Но когда вы это попробуете, вы поймёте, что это невероятно вкусно. Особенно в прикуску со свежими овощами. Что ж, наше вермишель готово. Теперь начинаем дегустировать. Желаю приятного аппетита всем, кто кушает. Возьмём огурчик. Да. Вот что я и говорил. Когда вы варите одну или полторы минуты, вермишель остаётся твёрдой и вкусной. С сосисочкой огурчиком это просто невероятно. Действительно получается очень вкусное блюдо. Рекомендую попробовать. И да, забыл сказать, что сосиску я уже предварительно сварил, поэтому не надо кидать сырую, а сварите её, а потом уже добавляйте в роллтон. Перчик. Не, ребят, сколько я способов пробовал вот этот самый вкусный. Конечно, вы можете его модернизировать, добавлять своё что-то, добавлять масло, добавлять приправы, какие вам нравятся. Но вот это я всегда кушаю и мне очень нравится. Превосходно просто. Как из обычной лапши быстрого приготовления можно сделать полноценное вкусное блюдо? Да уж, это было вкусно. Рекомендую попробовать и напишите в комментариях, если вы так сделали, то понравилось вам или нет. Но я всем советую, это вкуснейшее блюдо из обычной лапши быстрого приготовления. И ни в коем случае не добавляйте масла, потому что оно очень вредное. Многие ещё любят оставлять воду, но я нет, потому что вермишель становится тогда уже суп с лапшой. А когда она такая сухая, в придачу с кетчупом и томатным соком, это просто белиссимо. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео и мой способ приготовления Роллтона. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Они выходят регулярно, поэтому не пропускайте их, подписывайтесь. Пишите свои комментарии, на что мне сделать следующий обжор. Либо это Макдональдс, либо KFC, либо какая-то другая сеть в Украине, если вы знаете. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok